Мы продолжаем рассказывать о мероприятиях, посвященных 200-летию со дня блаженной кончины святого праведного воина адмирала Федора Ушакова. Они прошли под эгидой Всемирного Русского Народного Собора и Данилова Монастыря Москвы в рамках 16-го международного форума «Русская неделя» на Ионических островах. С греческого острова Коруфу с подробностями события наш корреспондент Эльвира Гордеева. За 16 лет проведения «Русских недель» на Корфу, парад русских моряков, духовенство двух стран во главе с военным оркестром Черноморского флота стал неотъемлемой и самой зрелищной частью праздника, посвященного подвигу Черноморского флота под предводительством святого праведного воина адмирала Федора Ушакова. По сложившейся традиции, первые почести участники русского десанта всегда воздают выдающемуся греческому политику и дипломату, создателю Республики Семи Островов и первому правителю независимой Греции Иоаннису Каподистрия, бывшего некогда министром иностранных дел Российской империи. Сегодня мы чтим память Иоанниса Каподистрия в рамках форума «Русская неделя». Уроженец острова Корфу, он сыграл очень большую роль политической деятельности не только Греции, но и многих европейских городов. Как отметил в своем выступлении советник-посланник Российской Федерации в Греции Олег Бредихин, «Русские недели» под эгидой Всемирного Русского Народного Собора объединяет церковные, государственные и общественные структуры России и Греции, что способствует укреплению культурных связей между двумя странами. В этом году это мероприятие особое, поскольку оно приходится на 190-летие Наваринского сражения, решающие битвы для формирования греческого государства. В следующем году, тоже в сентябре, мы будем праздновать 190-летие установления дипломатических отношений между Россией и Грецией. 190 лет, когда русский посланник вручил свою верительную грамоту Ивану Сукоподистрии, первому правителю независимой Греции и своему бывшему начальнику в качестве министра иностранных дел Российской империи. По окончании торжественного митинга русские греки возложили венки к подножью монумента первого правителя Греции. Далее колонна направилась к памятнику Федору Ушакову. Марш моряков под Андреевским флагом вновь возвращает нас в те далекие времена, когда эскадра русского адмирала освободила Ионические острова от французов. Также победным строем более двух столетий назад проходили по улицам Керкеры моряки-флотоводца. И также радостно приветствовали их братья-единоверцы – православные греки. У памятника Федору Ушакову, установленного на Корфу в 2002 году с участием членов Всемирного Русского Народного Собора, был совершен молебен. Именно Ушаков восстановил на Корфу православный епископат после почти пятивекового отсутствия на острове Православной Церкви. Богослужение у монумента возглавил протеерей Владимир Синицын, настоятель храма иконы всех скорбящих радость литовского города Друскененкай. Молебен завершился приветствиями его участников. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Валерий Ганичев отметил особую роль адмирала Ушакова в становлении связей между Россией и Грецией и подчеркнул важность их сохранения и укрепления. Председателя Союза писателей России в своем выступлении поддержал командир российского фрегата адмирал Григорович Анатолий Величко. Фигура адмирала Федора Федоровича Ушакова является связующей нитью времен поколений народов. От лица современного поколения российских моряков очень приятно наблюдать то теплое отношение, которое испытывает народ Греции в фигуре прославленного адмирала. От Всемирного Русского Народного Собора, фонда святого мученика Ванифатия и общественной организации «Московские суворовцы» митрополии острова Корфу была передана икона святого праведного воина Федора Ушакова с частицей его мощей.